Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Не доконишься, не доконишься. Иди сюда. Детички, хватит баловаться. Дядя Фернандо, мы не балуемся, это все джесс. Неправда, я бегаю. Майкл, Джессика, быстро присаживайтесь на стульчик и будем завтракать. Дядя, ну он первый начал. Никакой первый, то я вам каждый год говорю. Все можно решить словами. Вы молодцы, вы так быстро растете прямо на мои глаза. Этот отбелиссиму завтрак будет просто великолепный. Дядя Фернандо, ты молоко разлил. Жизнь слишком рискованна и опасна, чтобы тратить время на пустяки. И что рискованного и опасного в нашей жизни? Он у нас вообще самая безопасная жизнь. Целыми сутками дома сидим, на домашнее обучение нас перевели. Мы даже соседи не знаем. Потому что ваш дядя позаботился о том, чтобы это было максимально безопасно. Да, да, ты каждый раз об этом говоришь. Я на месте. Ну что же, мои детишки повесили свои носики. Разве ты не настоящий Пикачу? Не настоящий. Ну вот, а завтра, ваш праздничный день, я приготовлю вам небольшие презентики. Опять мягкие игрушки, ты нам их каждый год даришь. Ну-ну-ну, детишки, это особенные подарки. Мы уже взрослые, нам игрушки не нужны. Именно, именно это я и хотел тоже вам донести. Поэтому в этом году вы получаете от меня подарок часик. Чего, обычные часы, даже не Apple Watch? Это не обычные часики. Включено спутниковое отслеживание объектов. И что в них необычного, дядя? Вы потом об этом узнаете. Фернандо, я пришел за тобой. Дядя, там соседи опять салют запускают? Опять соседи играют со салютом, у них каждый год Новый год. Поэтому быстренько пройдем сюда, надевайте свои часики и отправляйтесь в погреб. Откуда у нас погреб? У нас не было никогда погреба. Это ваш второй подарок на ваш день рождения. Вау! Вау! Чур, я первая! Бегом, бегом! Майки! Какой-то у нас такая комната, а? Дядя, а что-то случилось? Ничего страшного, ты просто не переживай. И аккуратно следи за сестренкой. Хорошо. Джесс! Майки! Что происходит? Мне страшно! Я не знаю. Откуда у нас этот подвал в диване? Не знаю. Дядя Фернандо никогда об этом не рассказывал. Спокойно, сестра. Он явно знает, что делает. И совсем разберется. Да выключи ты уже свои уши! Ничего нам тут делать, сколько мы вообще тут пробудем? Я думаю, минут через пять нас дядя выпустит. Откуда ты знаешь? Может он реально что-то плохое задумал? И сюда нас специально спустил? Дядя Фернандо воспитывал нас с детства. Он плохого нам ничего не сделает. Опачки! Кто ты такой? Я? Твои проблемы. Ты слышал? Да. Майки, что это такое было? Не знаю. Что-то упало. Да я думаю, ничего страшного. Нормально все. А если они все тут навсегда? Молит, что упасть. Калис, где они? Кто именно? Не играй со мной, Фернандо. Ты знаешь, о ком я говорю. А, видимо, ты говоришь про пароль от своих мозгов. Я говорю серьезно. Я знаю, что флешка у детей. Ой, сколько маленьких детищек живет на этой планете. И у кого же твой пароль? Не притворяйся, что любишь их. Ты до сих пор не сказал им правду. О, ты у нас семейный психотерапевт. Я, наверное, должен тебе пять тысяч. О, а это у нас что такое? Кашку для детей сделал. Ты никогда до них не доберешься, слышишь? Это мы еще посмотрим. Я переверну весь мир и найду их. А ты пока отдыхай. Детей не обнаружил? Продолжаю поиски. Ничего, тебе полезно поспать. Здоровяк, походу, ребро сломал. Блин, еще и оружие забрал. Гад. Черт. Холодно. Не переживай, скоро все закончится. Только в лампочку выключи, пожалуйста. Детейшки, все уже закончилось. Вы можете вылезать. Меня не забудьте, меня не забудьте. Дядя, что это было? Чемусь. Что это такое было? Мы слышали грохот какой-то. Я решил помыть посуду и разлил, и подскользнулся, и упал. Не верим, ты нам врешь. От того, что вы мне верите или не верите, ничего не меняется. Дети, мы переезжаем. Что? В смысле переезжаем из нашего дома? В прямом собирайте вещи. Ты же говорил, что отсюда нельзя уезжать. Здесь же безопасно. Времена меняются. Теперь это дом, но от безопасности. Почему? Мы хотим знать правду. Знаете такой старый русский поговорка? Пока чену. Мы отсюда никуда не поедем. Да, пошли, сестра. Запремемся в своей комнате и устроим протест. А-а-а. Бойкот. Детишки, какие еще бойкоты? Офигеть. Я побеждал злодеев и преступников, а с подростками справиться не могу. Ладно. Видимо, пришло время рассказать им правду. Фух. Надеюсь, их не окрепче умы и к этому готовы. Майки, ты был прав. Дядя от нас реально что-то скрывает. Я не верю ему, что он подскользнулся и теперь мы переехать должны из-за этого. Подожди, а что ты думаешь, что он от нас вообще мог скрывать? Что-то ужасное. Не удивлюсь, если он знает что-то про наших родителей и не рассказал нам. Знаешь, я не верю в это. Дядя хороший, хоть и странный. У него потайная комната в подвале. И вот эти выстрелы, это явно не салюты. Скорее всего, это выстрелы из настоящего пистолета. Врешь, врешь, ты все врешь, я тебя не слышу. Сама ты врешь. Так, мы никуда не поедем. Скажи, сестра. Да, едем. Чего? Предательница. А ты здесь один в доме останешься. Дядя, ты видел? А что ли? Дети, стоп. Да потому что... Почему ты стал так странно разговаривать? Потому что я готов рассказать вам все. Ну наконец-то, рассказывай. Майкл, присядь. Ну, выкладывай. Вы же знаете, кем я работаю? Да. Ты учитель математики. Я не учитель математики. А кто тогда? На самом деле, я работаю на внутреннюю разведку и выполняю поручения правительства. Теперь понятно, почему у нас двойки по математике. Дядя Фернандо, ты получается суперагент? Он от нас это скрывал. Ну и что? Это все равно круто. Все не так. Я просто предотвращаю угрозу и зовут меня не Фернандо. В смысле? А как тебя зовут? В данный момент мое имя засекречено и я не могу вам его сказать в цели безопасности. Ты вообще-то наш дядя, поэтому ты можешь нам рассказать. Да, кстати, об этом. Я не ваш дядя. Чего? А кто ты тогда? Тихо ты. Я дружил с вашими родителями. Мы работали на одну контору. Где наши родители? Где наши родители? Признавайся. Я не знаю. Никто не знает. Много лет назад мы с вашими родителями выполняли очень важное задание от правительства. Операция пошла не по плану. Кто-то подставил нас в тот день. Ваши родители героически спасли меня, но сами исчезли. В смысле исчезли? Что, больше нет? Агентство считает, что ваши родители пропали. Но я верю, что их еще можно найти. А теперь собирайтесь. Кто сюда приходил на самом деле? Его зовут Декстер. Это мой старый конкурент. Он ищет одну флешку, которая, как он считает, принадлежит вам. А, у нас нет никакой флешки. Ваши родители спрятали ее где-то. И вы, это пароль, ключ к этой флешке. А что на этой флешке? Давайте не все вопросы сразу. Подождите немного. Ну, кстати, могу сказать, что именно он причастен к пропаже ваших родителей. Одевайте. Чего? Я не могу в это поверить. Моя жизнь перевернулась на глазах. Мама и папа. Эй, Джест, ты чего? Все будет хорошо. Он сказал, что мы можем еще их найти. Они пропали без вести. Ну что? Я уверен, дядя Фернандо, или как его по-настоящему зовут, поможет нам найти их. Поэтому давай, собирайся. Пошли с ним, он нам поможет. Я ему сейчас не особо верю. Это еще почему? Он же защитил нас. Ты разве что-то видел? Он просто нас затащил в подвал и все. В любом случае, он наша единственная подмога. Если он нас обманывает, то мы есть друг у друга. Брат и сестра команда. Вообще-то правильно говорится, подмога. А я как сказал? Подмога. Да какая разница, как я и сказала? Что ты докопала? Наконец-то. А куда мы поедем? Мне нужно забрать мой секретный чемоданчик. Для экстренных случаев. Пойдем. А что в этом чемодане? Оружие. Классно, шпионское здание с нашим дядей. Во-первых, я не ваш дядя. А во-вторых, это вообще не круто. А как нам тебя, вас, назвать? Давайте за мной, за мной, быстрей. У меня мало времени. А ты нас научишь шпионским штучкам? Каким еще шпионским штучкам? Ну не знаю, у тебя гаджеты какие-нибудь есть? Для вас это вообще не гаджеты и не игрушки. Просто следуйте за мной и все. Ну не знаю, вон, допустим, костюм какой-нибудь, который пули не берет. Как у Джеймса Бонда. В жизни все по-другому, это не кино. Ну нам же тоже нужно стать суперагентами, как наши родители. Надеюсь, вы никогда ими не станете. Стойте здесь, мне нужно кое-что забрать, я сейчас вернусь. Понял, напарник, я на шухере. Блин, на каком шухере? Стойте на месте, не привлекайте внимания. И самое главное, никуда отсюда не уходить. Принято, босс. Нам нужна тачка, как у Джеймса Бонда. Да, летающая. Она у него по воде плавала, она не летала, балбеска. Она и летать умела, ты просто не знаешь, у нее и такая функция есть. Она шпионская, она все умеет. Не была. Была, была, я читал, читал, я читал, правда была. Я в здании, доставьте посылку. Да была у него летающая машина. Ну я же говорю про это. Вот, теперь ты согласен со мной. Точнее, я имел в виду, что у него не было никогда этой машины. Да все, отстань. Смотри вон, что лучше. Погнали? Ага. Дети, блин, куда они делись? Дети. Блин, обидно. Кто знал, что нужны деньги, чтобы в игровой центр зайти? Зато я успела попрыгать. Ну и где наш дядя? Что-то долго он. Пойдем его искать. И заодно купи мне платье. Какое платье? Нет у нас денег на твое платье. Тем более у нас другие важные задачи есть. Найти дядю. Шапку твою продадим. Ага. Вот вы и попались. Да где они? Дети. Джессика, Майк. Черт. Что-то мне это уже не нравится. Вон дядя Фернандо. Дядя, дядь, мы здесь. Дядя Фернандо. Он нас не слышит почему-то. Спокойно. Вот я вас и нашел. Дядя. Дядя Фернандо. Дядя, мы здесь. А ну отпусти их. Быстрее. Пойдем со мной и туда. Куда? Покатаемся. Нет, дети, нет. Помощник. Отследить часы детей. И скинь координаты на телефон. Срочно. Гад. Я найду тебя. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Давайте быстрее, заходите. Дядя Фернандо тебя идет и наваляет тебя. Дядя Фернандо, он даже не ваш родной дядя. Мы знаем, он нам рассказал. Но он все равно тебя наваляет. Да, только его кости с вами не согласятся. А ему это не помешает. Он вообще-то агент под прикрытием, только это секрет. Ты что рассказываешь, это же секрет. Я случайно проболтался. Так, хорош ты шуметь. Сели, и чтобы я вас не видел и не слышал. А мы чужих дядей не слушаемся. Что у тебя за такое кринжовое здание, а? Ты что, тут живешь, да? Отстой, какой здесь жизнь. Здесь одни стены. Так, во-первых, это не мой дом. Это секретная база. О, сейчас все равно расскажем. Супер, супер, секретная база, про которую все знают. Ребята, прямой эфир. Прикиньте, нас похитил какой-то... Не, 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 не. Только попробуй там что-то сделать, и тебе... У вас есть несколько секунд сесть на диван по-хорошему. Или я вас свяжу. У вас есть несколько секунд, чтобы сесть на диван. Лузер! Ты попробуй догонись сначала. Не догонишь, не догонишь ты меня. Не догонишь, лузер. Вы думаете, я за вами бегать буду? А ну, стоять! На диван? Хорошо. На диван. А можно телефон вернуть? Обойдешься. Сидеть тихо и не рыпаться. Я скоро вернусь. Попали. Как думаешь, дядя справится? Справится? Куда он денется? Может, сами попробуем сбежать? Ты видел, какой он огромный и грозный? С пистолетом. А мы что, хуже? Нас это, воспитывал вообще-то секретный агент. У нас это в крови должно быть. Он не наш родной дядя. Так у нас родители шпионы. Представляешь, как они нами гордились бы, если бы мы подвиг совершили? Угу, подвиг. Ты как хочешь, я буду сидеть и ждать. Так, расскажи, что струсило. Кто, я? Да, ты, ты, ты. Струсила, струсила шпионского настоящего задания. Я не струсила, мне просто моя жизнь дорога, в отличие от тебя. Нет, ты трусиха, нет, ты трусиха, нет, ты трусиха. Так, я вроде говорил, чтобы сидели тихо. Извините, просто холодно стало, я прыгаю. Прыгай, прыгай. Главное, чтобы у вас не было мыслей сбежать. Конечно, нет. Вы же понимаете, что это невозможно, да? Да, нам так нравится этот диван и эта халупа. Мы у вас останемся жить. Это не халупа, это секретная база. Зачем я петь это сказал? Короче, ниже травы тише воды. Как халупу не назовешь, все равно останется халупой. Это точно. Прием, прием. Информация следующая. Дети у меня. Флешки у них не оказалось, но в ближайшее время я ее найду. Будем на связи. А как же агент, который их защищал? Ты разобрался с ним? Еще нет, но обещаю, с ним проблем не будет. Конец связи. Так, 300 метров. Они здесь. Что у тебя пищит? Не у меня, это у тебя. Выключи свой телефон, будильник, наверное, твой. У меня телефон забрали. А что тогда пищит? Не знаю. Но у тебя точно пищит. Это мои часы. И мои тоже. Подожди, эти часы нам подарил дядя Фернандо. Окей, у них походу бомба. Да какая бомба? Зачем дяде Фернандо давать нам часы с бомбой? Чтобы избавиться от нас. Это глупо. Он столько нас растил, столько любил, столько кормил. И сейчас он хочет нас взорвать. Нет, наверное, тут это. Как это в шпионских фильмах? Датчик. Датчик слежения. Маячок. Получается, дядя Фернандо с помощью этих часов может отследить, где мы. Он скоро приедет. Так, что тут за шум? Убирай, что он показывает. Мы тут играем. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Играете, говорите? Я не понял. Что за звук? Пик. Это я. И она. Пик. 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 Так, стоп. Пик. Хватит меня дурить. Пик. 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 Вставай. Пик. 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 Извините. Извините. Идем со мной. Пик. Рата моего не отдам. Иди с ним. Быстрее шагай. Стой. Показывай руки. Зачем? Я не мыл их. Думаешь, что я не знаю, на что способен ваш родственничек? Вы же сами говорили, что он наш неродной дядя. Понятно. Иди на диван. А теперь ты иди сюда. Не пойду. Не пойдешь, говоришь? Патроны я больше тратить не буду. Марш. Стоп. Пик. Отошел. Пик. Отошел. Прием. Осторожно, они могут вычислить тебя по камерам наблюдения. Камеры? Значит, он будет знать, что есть здесь. Что-то потеряли пульт от телевизора. Может, у вас уже галлюцинация от этого душного помещения? К тому же, вы тут один живете. Вы одиноки. Грустно, наверное. Вас, наверное, никто не любит. По-любому. Психологическая детская травма. Ты откуда такие слова умные, знаешь? Книжек почитала. Плюс дядя Фернандо так постоянно говорит. Так, рты закрыли. От вас не только галлюцинации могут быть. Нет, нет, нет. Не надо. Не надо. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Не надо. Пожалуйста. У тебя есть ровно три секунды, чтобы отойти отсюда. Либо полетишь вместе с диваном. Я предупреждаю. Я предупреждаю. Это что такое? Не знаю, наверное, здесь было. Я знаю, что это такое. Говори. Это часы. Наручные. Да, часы говорить. Понятно. Часы с устройством слежения. Нет. А что такое устройство? Слежение. Слежение? Наверное, вложение. Но когда деньги... Нет, нет, нет. Он, наверное, имел в виду разложение. Когда мы в биологии изучали. Или сложение? Да, сложение суммы чисел. Математика. От вас уже голова болит. Так, тихо. Значит, часы я сломаю. Это подарок дяде Фернандо на день рождения. А, ну раз дяде Фернандо, тогда тем более сломаю. Злюка. Я не злюка, это моя работа. Плохая у вас работа. Так, из-за вас пистолет чуть не забыл. Что смешного? Что, думаешь, людей похищать легко? Пошу как волк. По 24 часа в сутки. И даже премию не выписали. Поэтому вы и злой. Мальки. Круто, ты хвастаешься еще. Мои-то часы сломаешь сейчас от дядюшки Фернандо, а твои нет, Кру. Ты совсем дундук. Он сломает одни часы. Через вторые часы дядя Фернандо все равно сможет нас отследить. Ну все равно обидно. Да ладно, подарю я тебе эти часы. На, забирай. Они для девочек. Ой, вот я. И ты еще мой брат. У меня были синим циферблатом. Да что такое? Мне сегодня отдохнуть дадут, да. Таким образом, агент проник на территорию базы. Что у вас за бардак там? Как агент? На территории? Как он смог узнать ваше месторасположение? Оно же секречное. Я вроде забрал у них маячок. Распейтесь с этим текстом. Разберусь. Я же по-хорошему говорил. Не играть со мной в игры. Самые умные. А кто играет в игры? Мы не играем в игры. Вторые часы. Сюда, быстро. Какие вторые часы? Я два раза повторять не буду. Можете радоваться. Ваш псевдодядюшка уже идет сюда. Ура! Ура будет, когда он придет сюда. Ведь его здесь встречу я. Дядя, у вас склероз походу. Вы опять забыли. Да что ж такое, а? Я же говорю, жить одному это плохо. Это так влияет не только на организм, но и на вашу психику. Просто вы слишком много разговариваете. Дядя! Ой, слышите, да, как хорошо? Тишина. Чувствуете, да, как хорошо? Сейчас ваш дядя придет, я ему устрою. Ура! 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 Дети! Чего? Да говорят, что я здесь стою. За то, что ты похитил моих детей, тебе хана. Как же без тебя было скучно. Мне так тебя не хватало. Я сделаю это голыми руками. Не поранься. Тихо! Вот и все, слабачок. О, хорошо. Вот блин, это не по-джентльменски. Я свой убрал. А похищать детей. По-джентльменски? Он быстро развязал их и отпустил. Хорошо. Не кипятись. Джессика, Майкл, спокойно. Дядя Фернандо уже здесь. Валите. Дядя! А ты? Чтоб я тебя больше не видел. Пойдемте отсюда. Ну и может, если вы захотите остаться, мы придумаем компромисс? Какой компромисс? У меня пистолет, а ты без оружия. Я забираю детей, и мы валим. А вдруг у меня найдется что-то, что я смогу предложить вам взамен на флешку? Нам от тебя ничего не нужно. Что такого у тебя есть? Даже не знаю. Может, что-нибудь незначительно. Например, ваши родители. Ты врешь? Ах ты гад! Стой, 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 стой. Он блефует. Это ясно. Ему нервничать не надо. Мы согласны. Дети, тихо. Покажи их, если не врешь. Не вопрос. Сначала флешка. Мы не знаем про эту флешку ничего. У нас ее нету. Вот твоя флешка. Дети, Финанда, откуда? Ваши родители отдали мне ее перед тем, как их схватили. А мы зачем тогда нужны? Ты тупильник. Мой пароль от этой флешки. Да, вы пароль. И ваши отпечатки ее скрывают. Браво. Давай флешку сюда. А-а-а. В начале родители. Ладно. Стойте здесь. Прием. Приведите родителей. Ты слышал, мама и папа? Ага. Будьте на чеку, дети. Вон та еще жаба. Фи, мама. Лапа. Лапа. Отлично. Все, обрадовались. А теперь флешку. Лови. Отлично. Только ты без них все равно не откроешь. Я обещал родителей, а не детей. Дети остаются со мной. Ага, обойдешься, мы сейчас уйдем. Останутся, останутся. Вы же не думали, что я здесь один? Ха, я тоже не один. Со мной еще два агента в куче. А кстати, что их не развязывать? Тут морской узел. Ну так подопрягись. Что будем делать, дядя Фернандо? Мама. Во-первых, я не ваш дядя. А во-вторых, сделай так, чтобы люди все ушли. Давай лучше я, на всякий случай. Держи его на прицеле. Внимание, всем отбой. Дать семье Фернандо проехать. В смысле отбой? Кто дал приказ? А вот один человечек тут. Подтверди. Пропустите их. Адиос. Мучачус. Вы же понимаете, что мы еще встретимся? Ага, в твоих мечтах. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. О, все семейство наконец-то в сборе. Да, благодаря тебе. Дядя Фернандо. Я же просил не называть меня так. А как ты так разговаривал, как настоящий итальянец? Угу. Кто вам сказал, что это итальянский акцент? Я просто говорил немножечко вот так. Французский? Я не знаю, я просто говорил по-другому. Да какая разница? Главное, что мы с родителями дома. Что-то папа не особо сильно рад себя видеть. Он в глубине души рад. Мы мужчины не показываем эмоции. Я понял, что вы здесь все вместе разберетесь. Откланиваюсь и ухожу. Меня ждут другие задания. Подожди, дядя. А как тебя зовут по-настоящему? Вы уверены, что хотите это знать? Да, очень хотим. Угу. Если что, могли бы и догадаться. Фернандо? Федор? Федор я, Федя. Так все просто. Понятно. Я думал, какое-то супер запутанное, шпионское, классное имя. Там, не знаю, Микеланджело. Это же из черепашек ниндзя. Да? Да. Ладно, мне пора. Пока. Федя. Как-то странно звучит. Фернандо мне нравилось больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»